Итак, дорогие друзья, всем доброе, добрейшее утро, прекраснейшее, веселейшее, добрейшее утро. Всем шалом из Иерусалима. И мы продолжаем изучать Тору, продолжаем изучать Божественную мудрость с помощью книги, с помощью книги притчи Мишли на Иврите, она называется, притчи царя Соломона. И сейчас начинается самая важная глава, с моей точки зрения, 31-я. Вообще, в жизни самых важных два момента, это начало, старт и конец. Все, что посередине, никого не интересует. То есть, старт, или ты начнешь проект, или ты не начнешь проект, это начало, да. И второе, или ты его закончишь или нет. То, что ты его делал, это уже менее важно, да. Сложно, начать сложно и закончить сложно. И вот мы начали уже давно, то есть, мы уже, это сегодня 350, может быть, урок. И начали мы уже давно, и сейчас мы заканчиваем, вот последняя глава, 31-я глава Мишли, мы ее закончим с Божьей помощью. И приступим к изучению какой-то другой книги, потому что Тору нужно изучать всегда, всегда, до момента смерти. Прямо есть закон такой, что до момента смерти человек должен изучать, евреи, евреи должны изучать Тору. Тора это учение от Бога, как все работает, зачем Бог это создал и как надо себя здесь вести. Значит, царь Шломо, мы знаем, что он был великий царь, он построил первый Иерусалимский храм, он жил 3000 лет назад. Вчера я рассказывал о его маме Батшеве, его папа был царь Давид, мама Батшева ее звали. И сегодня мы продолжаем беседу мамы. Мама пришла к своему сыну, царю Шломо, после того, как он женился на дочке фараона, всю ночь гулял и утром проспал утреннюю молитву и не пошел в храм. А ключ был у него, и мама ему рассказывает, царю, она ему рассказывает следующие вещи. Она ему говорит, третий отрывок 31-й главы. Она ему говорит, не отдавай женщинам силу твою, доблесть твою, не отдавай женщинам доблесть твою. И пути твои, то есть пути, это те пути, по которым человек идет, это его отношение к жизни, это его качество. И пути не отдавай, не отдавай пути, лимхот млохим, губительницам царей. Значит, здесь есть очень интересная такая идея, да, что в древности, не в древности, когда Бог создал человека, человек был единым существом, он был одно целое. То есть был один человек, который был, в себе включал и женское, и мужское. Потом Бог, как переводят, что взял у него ребро, это неправильный перевод. Он взял его одну сторону, целое, так как в Торе написано, это сторона. И он их разделил. Поэтому говорят, что мужчина и женщина, они как две половинки, ищут свою половину. То есть они ищут опять половину, чтобы опять стать цельным. И человек, когда он находит свою вторую половину, и он с ней соединяется, то написано в Талмуде, что пока мужчина не женат, у Лони Краадам, он не называется человек. Представляете, даже вот так вот прямо конкретно Тора говорит о обязанности мужчины жениться. Причем интересно, что для женщин нет обязанности выходить замуж. Почему? Потому что для женщины это естественно ее природное желание, ее природная как бы сущность, что присоединиться к мужчине и родить детей. Но для мужчины это не так однозначно, что он хочет жениться. Поэтому Тора сказала мужчине, однозначно ты должен обязательно жениться. И ты должен вот именно не просто жениться, а ты должен со своей женой стать, прилепиться к ней. Прямо в первой главе Торы в Берешит написано, что мужчина должен жениться, прилепиться к жене и стать с ней одним целым. Как мужчина становится с ней одним целым? Он с ней становится одним целым через то, что называется шломбайт. Шломбайт это мир в семье, шалом в семье. То есть это проверка его качеств, потому что он получает рядом с собой человека, который к нему очень близко. И в нем, в этом человеке проявляются все его качества. Все мужские качества проявляются в том, насколько он может со своей женой договориться. Понятно? Это очень сложно. Очень сложно. И значит, а ну-ка вот я сейчас уберу, наверное, картиночку в инстаграме, потому что получается очень замедленно как-то. Да, я сделаю сейчас без картиночки, я просто сделаю вот так без эффекта. Все, и будет нормально видно, слышно хорошо. Все, друзья. Итак, значит, это было предисловие. Теперь царь Шломон. Надо понимать, царь Соломон это было самое близкое к эпохе Машеха время. Он построил первый храм, он сделал мир во всем вокруг себя. И он для того, чтобы быстрее перевести мир в состояние полного шалома, мира и совершенства. Слово шалом это мир и совершенство. Он решил сделать так. Он решил жениться на всех дочках самых важных семей того времени, чтобы был у него мир со всеми государствами. И пиком его вот этой вот идеи, его проекта, жениться со всеми принцессами до того времени, была женитьба на дочке фараона. Тогда Едипет был самым мощным государством, и он женился на дочке фараона. И как раз вот этот разговор с мамой был после того, как он проспал после свадьбы. И она ему говорит, сыночек говорит, не давай женщинам силу свою. То есть они у тебя заберут, заберут силу эти женщины. Да, так сказала мама ему. И она была права. Интересно, что вот я как раз привел, если вы потом прочитаете описание к этому уроку, я как раз привел все места истории, где описывается дальше история царя Ашломой. Там написано, что да, он эти жены, с которыми он женился, они начали вначале втихушку. Начали они втиху вначале служить идолам, строили свои там идолопоклонства. А потом они начали уже в открытую это делать. И сказал Бог после этого, прямо написано так, что, значит, сказал Бог так про него, что совратили жены сердца Шломо. То есть они вначале тайно, потом явно они поклонялись идолам. И он этому не препятствовал, это было на нем этот был грех. То есть его проект с женами провалился. А мама ему сразу сказала, мама ему сразу сказала, вот здесь в Мишле прямо написано, не отдавай женщинам силы твоей путей, твоих губительницам царей. То есть они тебя сгубят, сказала мама, и мама была права, что интересно. Мама была права, и в книге «Экклезиаст» в конце, в конце, не в конце, там в середине где-то, царь Шломо пишет, что Бог, что Бог сделал человека прямым. В Эмма, когда они объединились с женой, когда появилась жена, а сухи жбанот рабим, они тогда извратили путь. Мы знаем, что Хава как раз, она поела дерево познания добра и зла, она накормила своего мужа, и он тоже кушал. То есть вот это взаимодействие, оно принесло очень много запутанности в жизни людей. И мы сейчас тоже видим, что вот эта вот вся Санта-Барбара, которая возникает в семейных отношениях, это, ну вот она возникает. То есть очень часто, особенно в современном мире, в современном мире этот вот момент женитьба, семья, не только в современном, в древнем мире было еще хуже. Представьте, представьте ситуацию, 700 жен, они что, могут с собой договориться? Кстати, интересно, мудрецы 2000 лет назад, в Пертьевод, был такой Елель, он сказал так, он говорил, что марбе нашим тот, кто умножает жен, умножает колдовство. И здесь мы тоже видим, что жены, особенно того времени, 3000 лет, 2000 лет назад, они все время занимались колдовством, идолопоклонством, они хотели друг другу навредить, они ненавидели других жен, потому что кто будет наследовать, чьи сыновья будут наследовать. И обычно, когда кто-то становился царем, он убивал очень часто сыновей других жен отца, чтобы не было претендентов на престол. Поэтому жены они очень ненавидели друг друга, и идея царя Шломо, что он сможет 700 жен охватить и сделать так, чтобы между ними был мир, и чтобы они договорились, это была идея нерабочая. То есть, Бог сказал в Торе, чтобы царь не умножал жен. Царь Шломо был мудрейший из людей. Он сказал, я знаю, почему он так сказал, я сумею умножить жен и не сломаюсь, и в итоге сломался. Хорошо. Дальше, дальше говорит ему мама следующее. Она ему дальше продолжает его увещевать. Это было, я напомню, после свадьбы царя Шломо с дочкой фараона. Это был пик его, как бы, реализации его замысла объединить весь мир через дочерей самых больших царей того времени. Но мама ему говорит, Мама ему говорит, Сыно говорит, во-первых, женщина мне отдавай силу свою, во-вторых, нехорошо царям пить вино. Она ему говорит, как же ты мог, как же ты мог, сыночек, так напиться? То есть здесь мы видим прямым текстом, что Тора, она не рекомендует пить вино и крепкие алкогольные напитки. Хорошо. Дальше объясняет мама, почему нельзя пить вино и пить крепкие напитки. Значит, она ему говорит, Потому что, если ты царь, то царь же, он все время принимает решения, он судит людей. То есть постоянно, помните, это известная история про царя Шломо, как пришли две женщины, у одной ребенок умер, она его задавила, она подменила ребенка, и вот они пришли к нему на суд. Так мама ему говорит, Смотри, может быть, ты выпьешь, если ты будешь пьяный, и тогда будет этот суд, и ты забудешь михукак. Что такое михукак? Михукак – это хутим тара. Хутим тара – это законы Торы, законы Торы, которые как… Они постановления Торы. То есть здесь есть интересная вещь. Многие думают, что Тора, или мудрость, да, говорят, во, там евреи умные, неумные, это все ум, это абсолютно ничего в жизни человеку не гарантирует. Ни удачи, ни успеха, ни счастья, ничего. Что такое ум? Непонятно. То есть ум – это некий компьютер, который… Ум – это специальный компьютер, который… Как работает? Есть у человека исходные данные, аксиомы. Дальше человек с этими аксиомами, он делает причинно-следственные связи. Это значит то, это значит то. То есть он все время делает причинно-следственные связи. Теперь, но если у него аксиомы неправильные, то тогда как могут ему помочь его умные причинно-следственные связи, если его исходные предпосылки, то, на чем он базирует свое мышление, они неправильные. Поэтому говорит ему мама, смотри, если ты выпьешь, нехорошо царям пить вино, потому что ты выпьешь и забудешь вот эти вот хутим. Хутим – это постановления. Они нелогичные. Но Бог сказал, вот это так работает. Вот это аксиома. В духовном плане это вот так работает. Пьяный человек, он забывает эти аксиомы, у него ручится система мышления. Вейшанэ дин – и ты изменишь суд. А когда царь судит, он же одно слово – казнить, второе слово – миловать и так далее. Значит, нельзя пить царям. И дальше шестой отрывок. Секундочку. Значит, может быть, выпьет и изменит суд, и неправильно будет судить бедных людей, угнетенных, а заслуга царя, заслуга царя, и главная царя функция была – это защищать народ, чтобы был справедливый суд. Это главная суть властителя, чтобы была власть честная. Вот сейчас многие думают, кто такая власть вообще? Вот кто? Зачем нужна власть? Зачем нужна государство? Мы живем в современном мире, в котором не власть владеет народом, а власть должна обслуживать народ. И если власть обслуживает народ, и царь – это тот, кто обслуживает нужды народа. То есть царь должен защищать, царь должен честно судить, царь должен делать так, чтобы каждый в государстве чувствовал себя защищенно. Если власть не выполняет свои функции, значит, это не власть. То есть если есть для одних один закон, для других другой закон. Это не власть. Должно быть одинаковый закон для всех. И мама ему говорит, если ты будешь пить, то ты не сможешь судить одинаково. То есть у тебя будет затуманенный разум. И дальше, вот здесь отношения, многие спрашивают, как Тора относится к алкоголю. Вот здесь, как раз шестой отрывок, он нам дает ответ, как Тора относится к алкоголю. Значит, ну Шихар Леовет. Говорит шестой отрывок, вот 31 главе притчи, дайте алкогольный напиток крепкий Леовет. Увет это тот, кто потерялся. Значит, есть люди, которые потерялись. Вот реально, я думаю, что многие были в ситуациях, которые какой-то кризис, депрессия, когда ты просто запутался в своих мыслях, и многие люди, они из-за каких-то вот мелочей, да, из-за каких-то мелочей, они там страдают, сходят с ума, заканчивают жизнь самоубийством, убивают кого-то, делают вообще совершенно неадекватные поступки. Почему они делают неадекватные поступки? Вот Петров Гриша, ну просто же сумасшедший какой-то, да, заблотировать Петрова Гришу. Вот совершенно неадекватный Петров Гриша, который сейчас моего, этого Гриша, заблотируем, значит, Петрова Гришу, все, заблотировали. И, значит, все, двигаемся дальше. Почему люди делают такие поступки? Они потерялись в своих мыслях. То есть у них в голове, как, знаете, такая вот компьютерная игра, и он в ней потерялся, зашел не туда. Говорит нам царь Соломон, ну, Шехар Леувет, если человек потерялся, так дайте ему выпить, чтобы он, как кнопка резет, чтобы он, вот знаете, есть известная история, когда один мужчина, он попал в очень сложную ситуацию. Там он занял деньги, у него кредиты. Там у него он кого-то обманул и не отдал деньги. Там за ним гоняется милиция, там за ним гоняются бандиты. Тут на него жена подала в суд алименты, закрыла ему выезд. Нет работы, нет денег. Набухался с тем-то, потерял паспорт. И, значит, он утром просыпается в какой-то такой квартире, где он, ну, уже чуть ли не с бомжами, там вообще такая какая-то жуть вообще вокруг. И он такой смотрит наверх, такая лампочка висит, там, где раньше люстра висела, крючок такой. И он говорит, все, я не знаю, как выбраться из этой ситуации, все, я в тупике, я вообще полностью в тупике, решил повеситься. Ну, нашел выход. Да, поставил табуретку, закинул туда веревку, сделал петлю, значит, становится на табуретку. И тут он смотрит на подоконнике, такая лишь тарелка какая-то с объедками еды, и там обычки такие, да, эти сигареты такие недокуренные, все. И стоит недопитый такой стакан водки, пластиковый стаканчик, и в нем там грамм 50 водки. И он такой думает, ну, я перед смертью, перед смертью хоть выпью тогда, да. Подходит, он выпивает этот стакан водки, выпивает стакан водки, берет какой-то бычок один такой, закуривает, смотрит в окно такой, и тут у него водка начинает действовать, и это то, что здесь написано, дайте шехар, дайте алкоголь, леовет, потерявшемуся. И он такой смотрит на улицу и говорит, а что говорит, жиста налаживается, жиста налаживается. То есть у него алкоголь, он его выбил из той, из той истории, в которой он был, и не видел выхода, а видел выход только вот в, полностью как бы отключить компьютер, но он выпил алкоголь и думает, слушай, я могу уехать в Африку, я могу уехать на Камчатку, я могу уехать в Магадан, начать новую жизнь, я могу, у меня миллион вариантов, да, все, могу в милицию пойти работать, да. И значит, у него жизнь наладилась. Это то, что советовал царь Шломо, 6 отрывок 31 главы, дайте шехар, леовет, только потеряшкам таким, да, которые потерялись в своей голове, можно дать алкоголь. В яйн, яйн это, это вино, именно из винограда, и в вине есть, некие глубокие, такие вещи есть в вине, он говорит, дайте вино, вы яйн, ле морей нефеш, дайте вино тем, кому грустно. Бывает, что человек не совсем потерялся, а ему просто грустно. И царь Саламон говорит, ладно, такому, если ему грустно, дайте ему вина, пускай выпьет, порадуется, и возможно, когда он порадуется, он поймает это состояние радости, и, и значит, он в нем и останется. Вот только в этих двух случаях советуют торопить вино. Потерялся, и, значит, чтобы найтись, и если тебе грустно. Теперь, двигаемся дальше, двигаемся дальше. Но интересно, что, вот я, когда иду утром молиться в Тиеве, я прохожу по улице, мимо метро, там есть метро такое, и там рядом есть такая, ну, где алкоголики пьют вино, вот не вино, водку они пьют, покупают стаканами. Я вот смотрю, реально, люди несчастные такие, больные, кривые, без зубов, там, без рук, без ног каких-то, да, но они выпивают вот этот, свои водки, и им сразу, их попускает на какое-то время. То есть, они как бы снимают вот эту свою боль. И как человек становится алкоголиком? Он становится алкоголиком, потому что ему больно, ему внутри его что-то очень сильно тревожит. И алкоголь, он на время снимает эту боль. То есть, он как бы попадает в иллюзию, что как будто бы этой боли нет. Но, реально, оно же ничего не меняет в его жизни. Поэтому, поэтому, конечно, выстраивать надежную жизнь, и ни в коем поменять тот же самый эффект, что дает алкоголь, дает спорт. В спорте, если человек занимается спортом, если он утром побегал, облился, ледяной водой, у него столько вырабатывается эндорфинов, гормонов, радость и удовольствие, что никакой алкоголь с этим не сравнится никогда. Но дальше, давайте уже про алкоголь закончим сегодня. Иште, дальше объясняет, седьмой отрывок объясняет, что происходит, когда человек выпивает. Иште в Ишках Рейшо. Он выпьет и забудет свою бедность. Забудет свою бедность. Ваамало ло искор от. И свой труд тяжелый он не будет вспоминать. Поэтому, вот такие тяжелые работяги, которые прям пашут, не могут они никак, ну вот, беспросветно пашут, то они часто, бывает, пьют, потому что, чтобы забыть свою, вот эту вот беспросветную жизнь. И вот было интересно, в Советском Союзе очень много пили, потому что не было просвета никакого, то есть, не было выхода. То есть, ты как бы, если ты живешь, то в то время это была как такая большая тюрьма. И пили все, пили артисты, пили рабочие, пили, ну, все пили, да. И не было выхода, ты не мог ничего сделать с собой. Все, значит, мы разобрались, как Тора, как Тора относится к алкоголю, как мама советовала цариусу Шламу относиться к женщинам, что нельзя умножать жен, это факт. И тот, кто умножает жен, а тем более там жены, любовницы и так далее, то такой человек создает себе Санта-Барбару, головняк, и это то, что портит ему жизнь, то, что уничтожает жизнь. Иногда вот, ну, помним, помните, был Билл Клинтон, когда же президент США, попав вот в эту всю историю, он там, лжесвидетельство, клятва, как его, ну, там, в то время не посадили, за то, что он обманывал, одно тянет другого. Поэтому лучше, дальше у нас будет, как раз, начиная с десятого отрывка, самая известная часть притчи царя Соломона, самая известная, самая популярная часть, начинается с десятого отрывка, кто найдет доблестную жену, цена ее намного выше, чем жемчуга. И дальше объясняется, кто такая доблестная жена, как, как ее искать, на правду, да, так что встречаемся с Божьей помощью завтра, и с 10 до 10.20 изучаем божественную мудрость царя Соломона, стараемся понять и применить в своей жизни, потому что строить свою жизнь на базе ошибочных каких-то предпосылок, не может быть хороших результатов. Поэтому это великая мудрость, божественная мудрость, которую пророк царь Соломон получил напрямую от Бога, а мы ее изучаем. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня и не пейте, не пейте. Мама советовала, и женщин не умножайте, тоже, тоже мама царя Шломо советовала, она знает. Все, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok